Переходим к сборке нашего цветка. У нас вот шесть таких деталек, из которых я выбрала более такие, поменьше, скажем, и более побольше. Выбрала вот такую серединку, я ее сделала давно, это как бы кожаная тоже из искусственной кожи, бежевый и черный с золотом. На нее мы будем насаживать наш цветок, то есть цветок, я вам говорила, будет плоский. Пользуемся клеем момент классик, водостойкий клей молочно-желтого цвета, обязательно салфеточку, рядом с собой имейте, в принципе, не одно, чтобы вытирать руки и сам клей. Теперь вот эти три маленьких нижних сначала мы промажем клеем и промажем их вот на такой высоте, промазанной кончики лепестков до разреза. Сейчас я прям этот клей, который я на один лепесток наклеила, сейчас я его промажу полностью все три. Вот, готовы. Теперь берем нашу серединку, берем первый лепесток и накладываем вот там, прям по основанию наших лепесточков, так, чтобы они глядели вовнутрь. Видите, а вот этот вот край лепестка нам не нужен. Сейчас я пока закрою клей, кончик можно сразу срезать. Вот одна часть подклеена, теперь берем вторую часть, обжимаем серединку нашу и тут же берем третью часть и таким же образом обжимаем серединку. Вот, как бы серединка готова. Переворачиваем ее визнанку, ненужные части стригаем. Вот это пока так выглядят визнанки, это выглядит так с лица. Вот наша серединка. Теперь берем оставшиеся лепестки и будем их промазывать. А с лица промазываем. Опять же, клея, видите, прям клей вливается по многу и поэтому нам его хватит на все три лепестка. Вот так берем самый маленький и подклеиваем его уже таким образом, чтобы у нас лепесток... Лепестки уже глядели не вовнутрь, а как бы с внешней стороны. Уже не вовнутрь они глядят, а наоборот. Вот с центра. Так, вот одна часть. Нам нужно, чтобы вот эти три все полностью хватило, обвернуть нашу серединку вокруг. Потому что у меня только, к сожалению, шесть деталей. Так, две и третью. И вы не старайтесь, чтобы это было прям симметрично. Вот, как бы получился треугольничек у нас. Вот, то получилось. Немножечко подправляем. И серединка нашего цветка готова. Преворачиваем наизнанку. Смотрим, что получилось у нас наизнанке. Лишнее подстригаем. То, что не доклеилось, мы сейчас доклеим. То есть, пока вот нас изнанка, как таковая, особо не интересует. Но главное, чтобы все доклеилось и с лица смотрелось хорошо. Там, где не доклеено, вот я и вижу, сейчас у меня вот здесь. Я прям беру клей. И уже, теперь уже с изнанки можно, как бы нещадно. Только взять надо на зубочистку, чтобы руки не пачкать. И доклеить так. Везде прошел. И клейка хорошо у нас прошла, да, закрепилось все. Сейчас я поставлю нашу средину. Оставшиеся лепесточки. Только времени, сколько необходимо. Потому что это лицо. Направляйте, пока не подсох клей. Можно здесь все исправить. Вот, у меня тут вот используют зубочистку. Потому что пальчики не везде проходят. Очень важно добиться хорошей склейки. И все главное нам, чтобы все подклеилось. Я бы сейчас еще сделала вот что. У меня вот кусочек остался на беллера. Я возьму и сделаю из него просто основку, на которую подклею нашу средину. Для чего я это делаю? Для того, чтобы создать поверхность, на которой у нас уже будут еще наклеиваться наши лепестки. Я промажу клеем, размажу клеем по поверхности. Отклею в срединку. Вот так оно будет выглядеть в одномке. Вот. То есть мы создали вот эту вот поверхность еще как-то ограничитель, да. Здесь будет очень хорошую роль нам сыграет. Для подклейки наших уже лепестков настоящих, более широких. Будет удобнее их подклеивать, скажем. Все. Вот. Срединка наша готова. Теперь попробуем к ней соединять наши лепестки, которые мы с вами уже сделали. Их 13 штук. Вот. Они такие. Сейчас мы их разложим и выберем самые мелкие. Самые мелкие сразу откладываем. Самые большие их сразу тоже опять в другую кучку. Но где-то вот так. Вот. 7 побольше и 6 поменьше. Возьмем пока вот поменьше. Как бы поменьше. Хотя они в принципе одинаковые. Но тем не менее, вот когда мы их обрабатываем, все равно получается какой-то лепесток побольше, какой-то поменьше у нас образовался. Итак, нам нужно полностью все наши лепестки промазать клеем. Промазываем их у основания. Сейчас я вам покажу. Вот. Промазываем у основания. И вот эти бокалушки по возможности немножко клей на них тоже наносим. Так. Слишком много клея. Старайтесь не накладывать. То есть не выжимайте сам. Тюбик. Из тюбика клей сам льется. Его не надо вообще выжимать. Наклоняешь немножко все. Все лепесточки подклеены. Тут же клей закрываем. В принципе, давайте мы сейчас еще оставшиеся лепестки также промажем клеем. Для того, чтобы они... Клей немножечко схватился. И склейка будет потом намного лучше. И за это время еще вот этот вот первые наши лепестки тоже немножечко подсохнут. И я надеюсь, что клеить нам будет легче. Вот. Что получается. Теперь мы перейдем к клеиванию наших лепестков к серединке. Вот. И серединка наша уже более интереснее, более подклеенная. Я беру ее прям вот пальцем вовнутрь здесь. Начинаем подклеивать наши лепестки. Вот. Прям берем. Вот. Раз. И подклеили. Итак, первый лепесток подклеим. Берем второй. Подклеиваем второй. Подклеивайте так, как вам кажется нужно. А лепесток можно ставить более раскрытым, скажем. Более закрытым. Ставьте так, как вам подсказывает сердце. Мне оно подсказывает пока вот так. То есть я просто друг с другом их складываю. И все. Больше ничего не делаю. Касаюсь. Видите, как? Очень удобно то, что вот мы их склеили. Я прямо вот беру эти сатанки. Вот взяла. Вот. И поставила. И дальше я его вот работаю с ним. Как туда вперед, назад. Как удобнее подставить. Подставляю. Но нам надо так, чтобы полностью все наши вот эти вот шесть штучек, которые мы выбрали на первый ряд, они, чтобы у нас этот первый ряд закрыли. Вот. Как раз у меня вот их и хватило на первый ряд. Здесь немножко даже вот чуточку получилось, что вот. Теперь пока просто клей пока еще не высох, вы уже можете немножко их сдвинуть, как вам надо. Уже в готовом виде. Посмотрите, как красиво получается. Вот что получается. Теперь берем второй ряд и сразу же подклеиваем второй ряд. А второй ряд уже как бы вот... Я считаю, что его надо ставить уже между нашими лепесточками. Смотрите, смотрите, как вам это кажется. То есть, опять же, здесь у каждого свое. Каждого свое. Вот. У нас еще очень красивые листики. И поэтому, даже если цветочек не огромный, не какой-то там сильно большой, он у нас будет все равно очень хорошо смотреться. Потому что у нас шикарные листья. Просто шикарные получились. Вот. Еще два лепестка. Мне надо как-то сюда подклеить. Вот. Сюда. И последний. Вот он где. Смотрите, какая красота. Срединку мы потом еще задекорируем. Здесь вот это вот все можно закрутить. Еще потом сами как бы ручками, даже немножко, чтобы клей был. Это все можно завертеть, закрутить. Пока наша задача сделать наш цветочек, чтобы он склеился хорошо. Хорошо сел. Вот. Смотрите, какая красота получилась. Мне прям очень даже нравится. Быстро берем зеленые наши части и ищем место для них. Вот сюда. Большой лепесток. Листик. Отклеиваем быстренько. Так. Сразу все у основания сейчас я подклею. Там даже если потом неправильно подклеиться, не туда, можно будет потом оторвать и поменять туда, куда надо. И потом уже, в зависимости от того, для чего вы это будете делать, вот уже смотришь, где основание делать, потому что настолько красивые все получаются детальки, то смотришь, что сделать. Верхом, что низом. И вот таких вот декорчиков, тоже смотрите, как они будут у вас лежать. Бархатной частью они были на лице. Все, клей закрываем и берем наш первый лист, подклеиваем сюда. Второй лист подклеиваем вот где-то вот тут. Третий будет вот здесь. Вот уже с листьями, с вот такими вот белюровыми, да, бархатистыми листьями, вот такой цветок прям совершенно по-другому сразу начинает играть. Так, здесь мы подкладываем листик вот сюда, чтобы он как бы у нас немножко выглядывал. Вот. И теперь смотрим, куда мы с вами подклеим наши декоративные элементы. Здесь. Так. И еще два. Это будет где-то вот тут по центру. Не вижу вообще. Это будет вот здесь. И последняя деталь. Вот она у нас. Сейчас мы ее отправим. Не знаю куда. Сейчас я посмотрю вот сюда. Мне надо будет переклеить ее другой стороной. Вот сюда. Показываю, что получилось у меня. Серединка еще поработать надо. Надо направить вот эти вот внешние края вовнутрь, чтобы было по пушистее было. Прям, знаете как, прям сильно-сильно. Можно даже взять пинцет и попробовать это сделать с пинцетом. Я сейчас не буду этому уделять много времени, потому что действительно на это требуется время. На это требуется время. Возможно, что-то тут еще можно доделать. Ну, не знаю. Сейчас пока здесь вот у нас все только из кожи. Из кожи и велюра. Ну, велюр это, в принципе, как считается. Тоже кожа как будто бы, да? Ну, это если натуральная. Здесь у нас искусственная, конечно. Но смотрится еще благодаря вот этому классному велюру. Таким образом, наш цветок смотрится очень красиво. Я сейчас увеличу. Смотрите, что у меня получилось. Вот такой цветочек небольшой получился. Диаметр цветка, да, ровно 8 сантиметров. Вот. Достаточно красивый цветочек. Поработать надо над серединкой еще. Да, так. Вот. Таким образом обработка такого сложного искусственного материала, как искусственная кожа и велюр вполне получилось, на мой взгляд. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»